страны носки-то вас очки от солнца ну вот от солнца есть потому что солнце ведь вы откуда было песни секрет россия город курск понятно на какие тема беседы кимаш вопрос а вот куда если у солнца за в америке что живешь канаде да да канада ох ты попал дед а ты попал дед в канаду почему попал ну там задницу вас полна задница полного 6 скажи как ты можешь жить скажем ты можешь жить это правда что у вас только наличие можем и 10 тысяч долларов наличными что им можно иметь дома 10 10 тысяч долларов да глупость кто такой сказал ваш закон кто сказал канадский закон смотри по вашему закону ты имеешь право иметь дома в наличии 10 тысяч долларов если ты будешь иметь больше есть такой закон если ты будешь иметь больше больше значит уже получается отмывание бабок но ты где ты можешь больше держать не дай бог тебя грабят и не дай бог тебя грабят ты должен заявить только десять тысяч долларов это может это может наличными вот кэшем ты можешь раз по наличными да я лично это должен иметь а я же повторяю ты слышал звон они намного я даже давай наличными ты можешь расплачиваться суммой не больше чем 10 тысяч долларов покупаешь машину за 14 до 10 кэшем остальное должен с карточки добивать о . кара классно вы живете а дома а дома хоть лимон храни а к врачу как вы ходите сколько ты к врачу должен попасть сколько ты врачу попадаешь сколько ты стоишь месяца ждешь к врачу попасть чтобы так смотри скажи мне если если через 20 минут попадаешь а что ты хочешь через 20 месяцев попадешь ты там это живешь да я я хуевать на канаде здесь это у тебя жопа где-то живешь это пиздец у меня в москве квартира ты в курсе живешь где жопа где нет ты у тебя москве квартира да а зачем тебе по москве квартира вот скажи мне а зачем купил под реновации значит это реновация этого наложение и пиздец и пиздец под реноваться он купил ли ты знаешь только что только что к реновации в этой разы расы расы так нервно воспринимаешь значит не знаешь ладно нет я знаю я вот да вот и не зашку реноваться понимаешь поэтому тебе попал поэтому тебе папа и поймал как как я приху на блядь ты брешь понимаешь я то знаю а ты вот и это не знаю что по реновации я не знаю я знаю я знаю что в канаде и что-ка реноваться это хуйнемся в городе чем сидит лапшу на уши мешаешь нормальные вопросы есть ну какие тебе два это это ненормально обеспечение дешевые пока у тебя дурацкий троллинг скажи вот эту хату ты хату ты снимаешь сколько за не плачу за ним месяц откуда я снимаю покажи мне покажи мне стиральную машину свою на кухне как я покажу покажи у тебя есть у тебя есть стиральная машина не говорю нету те сиральной машин а вот моя реальная машина смотри дядьку дядька смотри а вот моя стиральная машина смотри у тебя в москве такая машина до москве даже покруче по новее у тебя не машина но она по новее да слышишь будь и в москве а там тебя живешь от нихуя ничего не снимаешь я понял тебя и сколько ты платишь за ней я вообще бомжую холлез называется тысячи три доллара платишь канадских я буду тебе поэта сама нет таких ребят вас там выжимают по полной а пол ну нет ну что за что хотел на татой напоролся ладно какие вопросы к россии скажи мне спрашиваю а ты что ты же сам россиянин ты русский да я сам русский а почему ты решил что она поролся я в москве квартиры я приезжаю я там жилец в любой могу момент могу вернуться жить в москве с канадской пенсии которая раз в скажем 9 больше чем твоя я не знаю что военность сколько городской пенсии ну-ка давай со временем сколько пенсии скажи 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 с пенсионером он не приносил счету галь повысили часты было 1526 сейчас 1562 канадских доллара курс 08 сейчас 600 долларов ты получаешь пенсию свою теле 600 долларов дядько ясно нет такой пенсии канадские доллары чтобы такую чтобы доллару который сказал сейчас к сумму 1500 долларов это нужно родиться в канаде работать всю жизнь канаде на хорошем питать и стабильно понимаешь меня и только тогда может быть ты получишь эту пенсию дядько ты меня уши тут не втирай ты получаешь минималочку 600 баксик на них живешь я спокоен совершенно совершенно спокойно а ты не сидишь там врешь сидишь не веришь не надо не надо что не нас и здесь на этом перекрестке искали так спрашиваю направление по городу москва мужчина как проводите свою досугу вечерний ну вот в рулетку зашел так и провожу вопросы есть какие-нибудь существенные вы откуда будете это связался с ними касательно заявления по правонарушению 327 статьи понимаете о чем идет речь я понимаю вы откуда будете мы это беларуси но по национальности узбеки статью указали какого нормативного уголовной кодекс чего как в россии 20 и 327 статья это подделка официального документа предоставляющего права собственности ну вот подозреваем вас поделки официального документа предоставляющего права собственности то есть данная ситуация это банковская доверенность на распоряжении вашими личными банковскими счетами скажите кем вам является миронова антонина ивановна 96 года рождения подруга подруга она утверждает что она ваша племянница как мне это понимать так и понимать вы знаете 37 статью к рф знаю я удачи нужно показать говорю 303 снимается делка рф это дальше нужных показаний вы хотите у меня быть адресе 7 соте или что или что я могу пояснить вам безграмотного как юрист что статья о даче ложных показаний применяется только к статусу субъекта уголовного процесса который является потерпевшим либо свидетелем после открытого уголовного дела как вы идете потерпевшим это дело уже открыто были известить за подпись это во первых во вторых но не знаю в трубке видимо не брали наши проблемы на этот момент у меня у меня даже были известить вы что известно я почте по почте извести или как по какой почте вам звонила служба безопасности сбербанка вы почему трубки не брали то что звонила неважно сбербанк не возбуждает уголовное дело уголовное дело возбуждается по последствия запомни ну ладно ты я вижу немножко шаришь не ментом что не работаешь хочешь ли нет задам юридическую загадку подрабатываем работаем я работаю главном управлении мвд россии по городу москва а я службе безопасности сбербанка так ты в москве живешь ну а где же мы живем в москве в каком районе если не секрет по таганскому району он по таганскому я по тарскому ладно вот там вот там друзья с украины вот водочки прислали тебе проверка чисто на знание москвы какая станция метро сопряжена но имеет переход с таганской кольцевой на какие станции на 2 ну по таганскому району кто там живет отвечая а я потом по тверскому задал а какой вопрос не гугли не гугли не гугли гуглить не надо он даже он так задерживает в таганском районе так что не заливаете из каких небе ней баланс не место недавно метру принципе мы ездим только на машине поэтому метро я например тоже так я тебя и по машине могу вас спросить ленинградский проспект и разделяется на на два шоссе какие в районе сокола да вот не задают на такие вопросы мы все равно не ответим так как мы не москве скажите нормально с какого города на москве просто в москве мы относительно недавно да да ну вот первый вопрос по мутищем после мутищ какая следующая остановка если ехать на фразе на электричке какой город находится соседи я подскажу город королев а станция железнодорожный вокзал называется по-иному как она называется называется на подлипки ты хоть бы . элементарные вещи бы выучила тебя проверять ничего по баллах дело в том что мы безграмотно вот за ваше здоровье за вашу ладно да ты если хочешь заходи заходи на мой канал у меня там есть плейлисты липовый харьковчанина липовый москвич нет мы не в москве мы просто собираем зашли здесь настроение себе поднять поэтому откуда вы на самом деле а вы откуда давайте вы первые скажите потом мы скажем вы я впервые спросил я город харьков а вы откуда харьков да а что у вас выборы сейчас или как выборы прошли уже да а вы откуда до пакса жили кого выбрали вы откуда сами говорите теперь мы с одессы одессы ну вот теперь погод по говору вирус одессы выборы прошли допа к сожалению проиграл ладно еще вопрос есть акингу да откуда все-таки знания про москву в московской области но у меня в москве квартиры в московской области квартиры в харькове квартиры порядочно я и живу то там то там то там по перемену мне больше нравится мы как человек уже опытный взрослая смотрящие ну по совокупности цен в харькове лучше но в харькове много я когда мова надоедает для 1 когда мова ликвидирует из харькова я из харькова уезжать не буду да ладно так как всегда было русскоязычным таки останется ну понятно но на улицах много мова это немножко напрягает эмоционально надо было брось гайдов людьми а за себя он был совсем не разговаривай да дурака валяя разговаривали разговаривали а что западной західной украины немае захильной и восточной украины немае восточной украины есть одна украина да где вы таки бачили схидная украина есть схид украины есть сахид украины есть схидные области украины есть республика кубань яку окупировали коммунисты в 1918 году а воронеж не окупировали там они не воронеж передали а встане татарстанье толстайне нету ни одной школы с татарским языком обучения еще раз зафиксировали петро зафиксировали то что я сказал в татарстане татарстане нету ни одной школы с татарским языком обучения в соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо и черный жопа меня не нравится черный жопа ты чур наверно зря жалел деникин хама их надо было брозгой да плетьми а вот теперь не воинство не храма а кратия помойки диктует моду на мораль мне наклевает а сердцу горько сучья семя повыедем за родную россию как гуси их рассеют тяжела будет исповедь не надо испытывать наше терпение на любой выбор у нас есть консольный ответ вплоть до самых крайних мер и я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами от хайкова до гиева 480 километров а до границы с россией 40 вставай страна огромная вставай на смертный бой в машинской силой немною врачевой чумой но ты мне улица родная и в непогоду дорога в рот а Субтитры сделал DimaTorzok